Всем привет! Вы знаете, в последнее время я немножко выпала из новинок косметики, потому что последние два месяца я не особо так ютубчик смотрела, но в то же время вот один продукт косметический вот постоянно мелькал, куда я не зайду. Если я там где-то мельком запущу ютуб, я вижу вот этот продукт. Если я где-то там 5 минут по листу инстаграм, опять-таки там этот продукт. И я поэтому очень заинтересовалась, я не смотрела на него обзоры, но в то же время мне хотелось протестировать самой, сделать выводы. И этот продукт это тональная основа от Maybelline, которая называется Dream Urban Cover. SPF 50 здесь, и вот действительно этот тон как-то постоянно в последнее время мелькает. Поэтому если вы тоже обращали внимание на вот эту вот упаковочку, и вам было интересно, что он из себя представляет, смотрите мой обзор, я вам покажу его и в нанесении, и в конце дня, как он выглядит, и при дневном освещении. В общем-то все как всегда, поэтому давайте приступать. Давайте для начала поглядим, что нам тут обещает производитель. Тональный крем Dream Urban Cover, это тональный крем с фактором защиты SPF 50 от UV лучей. Легкая текстура с защитными антиоксидантами в составе защищает кожу от влияния окружающей среды, а выравнивающие пигменты обеспечивают идеальное покрытие. Короче говоря, это ровное покрытие, фактор защиты SPF 50 от UV лучей. И я так понимаю, это основной такой маркетинговый пункт SPF защиты и вообще защиты от окружающей среды. Мол, это тональная основа, которая для такой урбанистической девушки, которая живет в грязном городе, жалко только от коронавируса не защищает, но это так, знаете, уже черный юмор. Третий, это легкая текстура и защитные антиоксиданты от вредного воздействия окружающей среды, выравнивающие кожу пигменты, пятый пункт. То есть я, прочитав это все, представляю себе тональную основу, которая полностью выравнивает общий тон лица, хотя здесь написано, что это плотное покрытие, а не просто какой-то BB кремчик, знаете, легенький такой. Так, способы применения. Нанести тональный крем на лицо, ну, очевидно, растушую подушечками пальцев, спонжиком или кистью. Компоненты. Так, давайте посмотрим. Вода, деметикон, ну-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ага, денутрированный спирт в составе есть, но зато есть неоцинамид. Вы мое отношение к спирту знаете. Но, тем не менее, давайте наносить на лицо, давайте пробовать. И еще одно такое небольшое лирическое отступление. Значит, сделано это во Франции. 12 месяцев срок годности со дня открытия. И оттенок я себе взяла 116-й сезам. Он идет вот с таким вот удобным носиком. Я, в принципе, уважаю вот такую вот упаковку. Мне она очень нравится. Она и не грязная, и удобная, и не бьющаяся текстура. Вот такая вот, достаточно жиденькая. И что-то, мне кажется, я опять не угадала с оттенком. Значит, буду сегодня загорелая. Ой, значит, буду, наверное, сильно загорелая сегодня. Текстура, кстати, действительно жидкая. Мне как-то через баночку, это, конечно, тупизм вообще так говорить, но вот через баночку я на него смотрела, и мне казалось, это такая достаточно плотная должна быть муссовая текстура. Но нет, он такой именно легенький. Больше именно флюидная какая-то у него текстура. Ну, может быть, немножко более плотная, чем флюидная. Растушевывается легко, быстро так втушевывается в кожу. Оттенок офигеть какой темный для меня. Тем не менее, я вам в любом случае сводч, так чтобы все правдоподобно выглядело, я вам обязательно покажу на этот тон. Растяжка оттенков, кстати, у этой тональной основы неплохая. Надо было мне брать сотый оттенок, слоновая кость. Это самый светлый, насколько я понимаю. И вот он подошел бы мне идеально. Что касается финиша, то он достаточно такой светящийся. Я бы сказала, что у меня прям такой конкретный глоу с ним появился. Ну, мне нравится такой финиш, конечно. Я его не буду ничем прибивать, пудрами запудривать не буду. Оставлю так, как есть. И мы с вами посмотрим, как это все потом еще продержится. Так, еще несколько комментариев по поводу этого тона. Что я сразу вижу? Покрытие действительно достаточно хорошее. Я бы не сказала, что прям плотное покрытие. Скорее, это такое среднее-среднее плюс-максимум. Очень красиво пока что лежит на лице. Сглаживает поры. По крайней мере, нос у меня выровнялся по текстуре. И вот эта вот часть тоже, она выглядит значительно получше. Тоже достаточно сильное свечение, я вижу. Если вы не фанат свечения на лице, или если у вас жирная кожа, скорее всего, нужно проходить мимо. На лице оставляет такой слегка липковатый слой. Возможно, со временем это ощущение пройдет. Но вот сразу после нанесения слегка такое липковатое ощущение. Как знаете, после очень хорошего такого питательного крема, я не чувствую, чтобы это лежало как-то маской. Ну, именно по ощущениям нет тяжести на лице пока, по крайней мере. Посмотрим опять-таки, что будет в конце дня. Давайте я сейчас еще закончу макияж, и потом расскажу вам, как все ложится на этот тон. Ну что ж, свой макияж я закончила. И последнее, что я бы хотела добавить, это то, что сверху на этот тон косметика ложится нормально. Никаких конфликтов у меня не было в процессе создания этого макияжа. Единственное, я замечаю, что она начинает западать немножко в морщины. То есть вот эта вот часть у меня сразу начинает подчеркиваться. В носогубной складке так немножко более суховато. Но учитывайте тоже, что у меня сейчас состояние кожи, откровенно говоря, не очень. Поэтому если вы не испытываете какой-то сильной сухости кожи, то у вас таких проблем быть в принципе не должно. Тон однозначно очень светящийся. Поэтому если вы не любите такой эффект на лице, ну вот просто категорически не советую вам его покупать. Потому что мне кажется, в процессе создания макияжа и еще на протяжении дня вот он 100% еще будет добавлять вот это вот свечение. А покрытие, как я и сказала, уже немножко выше среднего, но в то же время текстура легкая. Вот это мне нравится в таких тональных основах, потому что бывает, что и покрытие плотное, и текстура плотная. Здесь текстура более легкая, но в то же время достаточно приличное покрытие. Не могу сказать, что этот тон прям, знаете, слился с моей кожей и вообще не видно, что я накрашена. Его видно на лице, но в то же время это не маска, это не какой-то кейк фейс, но в то же время и не эффект второй кожи. Сейчас предлагаю посмотреть на него при дневном освещении. Я думаю, там максимально хорошо будет видно, что он из себя представляет, как он лежит, какая у него текстура. В общем-то вы знаете, что я люблю показывать тональные основы при дневном освещении. Смотрите сами, делайте выводы. Ну и самое последнее, это давайте посмотрим на него еще в конце дня. Сейчас уже довольно поздно, а именно 9 часов вечера, и я проходила с этим тоном целый день. В заключении могу сказать, что в принципе он выглядит абсолютно точно так же, как и после того, как я его нанесла. Единственная претензия у меня к нему заключается в том, что все-таки для меня, для моего типа кожи, а именно для нормальной склонной к сухости, денатурированный спирт дает о себе знать, потому что я ощущаю сухость кожи, то есть кожа такая немножко стянутая. А что касается его внешнего вида, вот так вот смотрю я на себя в зеркало, и ну я не вижу, к чему можно придраться. Некоторые участки выглядят немножко более суховато. Например, он немного заваливается в морщины, и немного их подчеркивает. Может быть на подбородке я еще вижу немножко такая сухая текстура, но я это замечала и сразу после нанесения. Это не то, что в течение дня это случилось, то есть это сразу было понятно, как только я нанесла, и я это сразу и комментировала. Что касается бюджетной тональной основы с плотным покрытием и хорошей стойкостью, то моим фаворитом все же остается Catrice HD Liquid Coverage. Вот эта тональная основа мне нравится больше, и Maybelline, к сожалению, ну или к счастью, ее не заместит. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я постараюсь на них обязательно ответить. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.